Здарова, ребята! И в этом видео мы с вами поиграем с новой функцией в PUBG Mobile, а именно прицел от бедра. Вот он находится здесь, называется эта функция настройки прицела, не знаю почему они так назвали его, но в принципе это и есть прицел от бедра. То есть как в ПК-Пабге, только в PUBG Mobile. Ну и также эту функцию обещаю добавить в PUBG New State, но пока что там еще все очень стремно, поэтому будем наслаждаться этой функцией именно здесь. Ну или точнее не наслаждаться, наверное, а вообще мучиться с ней. Так, давайте выберем карту Ливик, сходим на нее, пойдем, наверное, в соло, так будет интереснее, полегче и, в принципе, как раз-таки испытаем все это один на один с другими игроками. Итак, у нас появляется вот такая вот иконочка, вот так вот она выглядит, правда мне нужно немножко ее передвинуть. Но, как видите, нажимая ее, вы можете стрелять намного лучше. Вот, чувачки бегают, это хорошо, что здесь есть люди. Хотя бы кого-то побиваем, надеюсь. Так, давайте немножко ее переставим, чтобы было более удобно. И увеличим. Ну, думаю, в принципе, вот так вот сойдет. Так, давайте прыгнем на Power Plant. Там, наверное, будет больше людей, главное успеть взять пушку. Ну, дальше посмотрим. Так, с нами прыгнуло относительно много челиков. А, это не тот прицел. Ну да, конечно. Так, ладно, ну вот забираем, но, правда, он был лоу ХП, ну и как бы эта функция что-то не особо-то и помогла. Если честно. Думаю, от бедра я зажал бы не хуже. Ну ладно, пока не осуждаем. Так, еще люди есть. Вон челик. Попробуем. А, залетки нету, понимаю. Возможно, потому что это ДПшка. И, в принципе, смысла особого нету. Но явно с прицелом было бы намного лучше. Кстати, когда вы лежите, в принципе, вы же не двигаетесь, когда стреляете, это как минимум. И, в принципе, лежать с этой функцией намного круче, потому что она, как-никак, все-таки, избавляет разброс. Поэтому лайфхак, как говорится, для лежунов. Но зато главное, что он есть, пользуйтесь. Так, самое плохое в этой штуке, то, что здесь мы не можем быстро двигаться. То есть, когда мы прицелимся с этой штукой, мы двигаемся, как в обычном прицеле. Ну, а точнее, еле-еле, вообще никак. Это очень плохо. Ну, в принципе, вот так вот юзать не советую. Конечно, может быть и лучше, но, блин, вы так не можете двигаться. И, в принципе, от этого вы можете умереть. Ладно, короче, пока что с этими разобрались. Пойдем дальше, посмотрим, что тут еще интересного есть. Но пока что прям какой-то крутой функции в этом я не вижу. Хотя, возможно, если, например, вы будете стрелять с калаша какого-нибудь, с берила, возможно, это как-то и повлияет. Может, даже и сильно, но, опять же, как бы, зачем вам это юзать, если есть просто обычный прицел? Вот этого я немножко не понимаю. Зачем разработчики это добавили все-таки? Потому что зачем прицелиться от бедра, если можно, в принципе, стрелять от бедра, как и обычно, только при этом мансовать, как бы двигаться, ну, и получать дополнительный буст к победе? Ну, а на таких средних и ближних дистанциях, в принципе, можно использовать тот же прицел с коллиматорным прицелом, как бы. Наверное, это будет намного лучше. Ну, ладно, погнали, заедем сюда. Посмотрим, что с этого получится. Не, все это фигня. Так, если честно, дробовике это никак не помогло. Это просто ужас. Стоять на месте с дробовиком и не мансовать, это просто жесть. Я вас понял. Как говорится, человек-крыса. Ну, вот сейчас бы, если бы я эту штуку заюзал, я бы умер бы, наверное, сто процентов. Так, впереди дробчик. Надеюсь, там есть люди, потому что нам нужно еще парочку киллов хотя бы сделать. Надеюсь, получится, потому что... На самом деле, я вообще не понял, зачем это нужно. Возможно, убив еще человека два, кстати, вон и человек, возможно, я пойму. По-моему, это игрок. Да, это игрок. Давайте прицелимся. Ну, в принципе, неплохо. Хотя я мог, в принципе, включить прицел, как бы. Ага, я вас понял. По-моему, он кого-то убил. Опачки. Того чувака закрыли. Так, это не суммируется. То есть, дважды мы не можем зайти прицелы и то сразу. Ладно, короче, убиваем его таким вот образом. Так, теперь предлагаю, в принципе, зайти в ТДМ-ку, посмотреть, как это работает там. И вообще, работает ли. Мы возьмем фулл экипированную М-ку, только для того, чтобы, как бы, играть очень круто. И, в принципе, с лазером и с муфтой. Ну, и эта функция здесь есть. Это, конечно, радует. Давайте поменяем управление по-быстрому. Ну, и погнали, попробуем с ней кого-нибудь вообще убить. Не знаю, получится или нет. Ну, в принципе, конечно, что-то это дало. Но, блин, я стоял на месте, как бот, как бы. И в этом-то вся беда. Ну, конечно, если вы не любитель использовать прицелы, то, возможно, это вам поможет. Но, опять же, обычный зажим, как говорится, вот такой вот, он, мне кажется, в сто раз лучше. Потому что вы хотя бы можете двигаться. А движение в PUBG решает. Ну, это, наверное, многие знают. Кстати, неплохо зажимаются вот таким-то образом. Ха. А что, если на самом деле это фишка для снайперов? Ага. 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 Ну, как вы могли заметить, в принципе, используя прицел, я ничего не теряю То есть, если вы делаете так вот То, как бы, возможно, вы будете лучше попадать, но вы не сможете двигаться И бесполезность этой штуки задает именно та фишка То, что вы можете просто использовать прицел, вместо того, чтобы стоять на месте и прицелиться от бедра То есть, вот, я не мог двигаться, по мне, в принципе, попасть было легко Конечно, я тоже буду лучше стрелять, но, опять же, меня могут убить в любой момент, в любую секунду И, в принципе, даже и не заметят этого И, в принципе, вы можете получить прицел Я вам лучше скажу, чтобы вы это не использовали Потому что это полная фигня, и она практически вам ничего не дает Так как все-таки, папка, это та игра, где нужно очень быстро двигаться, монцевать, ну и все дела Ну, для тех, кто лежит на месте и обычно любит, как говорится, нюхать траву То для тех эта фишка, в принципе, подойдет Потому что там немножко снижает разброс И лежа вы, в принципе, и так не двигаетесь Ну, и вы, как бы, можете стрелять немножко лучше В общем, как-то вот так вот На этом все Не болейте Увидимся завтра Пока Пока